Сегодня на уроке информатики восьмиклассница Полина Милютина вместо учителя. Девочка подготовила для одноклассников содержательное выступление на тему правильного поведения во всемирной паутине. В единый день безопасности в интернете она рассказала сверстникам, какие угрозы таит это место безграничных возможностей. Бывают вредоносные ссылки, которые могут повлить с собой вирусы. Вредоносные программы, которые несут приложения. Или интернет-мошенники. Бывают сайты подделки. Всегда нужно знать ссылку на сайт. При наведении на ссылку высвечивается адрес. Молодежь наиболее активно пользуется интернетом. И если в силу возраста взрослый человек осторожнее относится к жизни в сети, то у подрастающего поколения пока таких знаний недостаточно. Чтобы просветить школьников, раз в год во всех учебных заведениях страны проходят уроки безопасности в интернете. Ребятам читают лекции, демонстрируют познавательные фильмы. Во второй школе такие уроки прошли во всех классах с первого по одиннадцатый. Это небезопасное пространство. И в небезопасном пространстве нужно, конечно, думать о себе, о своих данных, о том, что безопасность ребенка, в принципе, это в его руках и в руках его родителей. Потому что в школе, безусловно, они находятся в сети интернет достаточно маленький промежуток времени под контролем учителя. А домашнее пространство очень опасно. Отрадно, что о большей части информации, услышанной сегодня, дети знали и ранее. И активно применяют в ежедневной работе с интернетом. Многие классы даже подготовили настенные газеты, где отразили статьи по безопасности в сети. Но и для продвинутых пользователей не лишним было обновить знания. Очень многие не пользуются антивирусами, думают, что это не нужная вещь. Они не будут туда захотеть, они будут это делать. Ну и как бы не устанавливают антивирусы. Хотя вообще это очень хорошие программы, которые защищают, в принципе, компьютер. Конечно, работа по информированию школьников о безопасности в интернете одним днем не заканчивается. В школах Ленинского района учителя стараются постоянно напоминать ребятам, что из информативно-развлекательного ресурса сеть может стать весьма опасным местом пребывания. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, ВИДНТВ.